Всем привет, с вами Дрифит и сегодня у нас посылочка с Алиэкспресса. Это часы Mi Band 4, они мне пришли за буквально две недели, к сожалению, в помятой упаковке, ну ладно. Кстати, в комплекте я еще заказал защитное стекло сразу же. У меня уже были Mi Band 4, поэтому у меня есть опыт использования и я вам об этом расскажу. Вот так выглядит защитное стекло, вот пленочка отклеивается и приклеивается, все. Это даже не стекло, а получается защитная пленка. Кстати, в комплекте еще были такие вот стикеры для удаления пыли. Так, это отложим пока что в сторонку и сами Mi Band 4. Что у нас в упаковке? В комплекте у нас ремешок прямо с часами, сразу же в таком вот пакетике. Так, вот, тут сразу уже часы. И в этом отделении у нас что? Здесь у нас инструкция. Так, ну русского нет, все равно я все знаю. Так, и здесь у нас по сути должна быть зарядка. Ну да, обычная зарядка комплектная, ничего такого. Вот сюда прям вставляется эта капсула и заряжается. Так, что ж, у нас обычный комплект, ничего особого. Я дополнительные ремешки не заказывал. У меня у самого есть свои ремешки, так что они мне не понадобились. Коробку убираем в сторону. И сейчас я зайду в приложение Mi Fit и мы зарегистрируем эти часы и настроим. Так, они... Да, они разряжены. Я сейчас этим всем займусь и даже сниму на камеру. Часы я обновил. И вот так они выглядят на руке. Вот так они выглядят на руке. В принципе, ничего особого. Кстати, в приложении Mi Fit есть куча, просто куча обоев, тем, можно так сказать, для этих часов. Потому что оригинальные хоть и хорошие, но немножко, вот, по крайней мере, когда не делаешь шагов, то какая-то немного скучновато. А теперь про характеристики. Часы имеют защиту от влаги 5 атмосфер. То есть, не от влаги, а такое давление они выдерживают под водой. Без проблем можно плавать в бассейне, плавать где угодно, плавать в море, то есть в соленой воде. Можно в них мыться под душем, можно их самих промывать просто водой для, так скажем, промывания. И они отлично, получается, выдерживают воду. Также, как раз таки, для этого есть режим тренировки под названием плавание. Вот, то есть, бассейн здесь написано. Есть много очень режимов тренировок, бег, бег на дорожке, велоспорт, просто ходьба и упражнения с... Ну, короче, просто упражнения. Если у вас подключено к телефону, то можно узнать погоду, прочитать уведомления, которые вам попали на телефон. Дополнительно это другие функции, можно управлять музыкой с браслета, поставить секундомер, поставить таймер, включить беззвучку, настройки и настройки дисплея. Также можно поставить будильник и включить режим «Не беспокоить». Можно измерить пульс. И здесь у нас в статусе пишется, сколько мы прошли, сколько у нас калорий сожжено. Вот так вот получается. ИБН-4 держит заряд около 2-3 недель, в зависимости от частоты и силы использования. И, как по мне, этого хватает. То есть, просто раз в 2-3 недели зарядил и забываешь. Купил я их за 1800 рублей, и, как по мне, за эти деньги это суперские часы. У меня есть опыт использования, так как у меня уже были МИН-4, только они сломались, к сожалению. Вот поэтому новый и заказал. Кстати, вот бывает вопрос, стоит ли обновляться на пятую версию. Ну вот не знаю, если у вас есть четвертый, то я думаю, что нет, так как в пятых только экран побольше. Из плюсов, и всё. То есть, там особо, думаю, кислород в крови вы не будете измерять. А остальные функции особо-то не нужны. Всё есть в четвертых МИБендах. А с вами был Дерифит, и ждите сравнения МИБен-4 и ОНОР БЕНД-5. Субтитры сделал DimaTorzok.